Диалог по-честному в роли главного респондента, глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов, а активисты и лидеры движения первых в позиции вопрошающих. В ходе доверительной беседы они узнали, какая историческая личность ближе по духу главе республики, какой суперспособностью он хотел бы обладать, если бы такая возможность предоставилась, и какие у него профессиональные цели. Вопросов было много, ответы не заставили себя ждать. Фатима Даурова подробнее. Встреча Рашида Тимрезова с самыми первыми в республике в этот раз носила информационно-познавательный характер. Лидеры движения со всех районов и городов Карачао-Черкесии рассказали главе о своих победах, участии в различных региональных и всероссийских проектах и конкурсах, планах на будущее. Он поддержал новые идеи ребят, а также поделился своими впечатлениями. Вы гораздо тоньше чувствуете и понимаете, что сегодня нужно для развития детей, не только в образовании, культуре, спорте, творчестве, во всех начинаниях. И здесь, конечно, на тем, пусть коллеги на меня не обижаются, чем каким-то методическим рекомендациям следовать. Лучше послушать то, что сегодня детей больше всего интересует. За время существования движения у них накопился внушительный список того, чем хотелось бы поделиться. Это и рост количества участников. Их сейчас 13 тысяч в республике. Первые победы и промахи – реализованные проекты. У нас 278 первичных отделений, а первичные отделения у нас открываются как на базе дошкольных учреждений, как на базе школьных учреждений, СПО, вузы, также музеи. И наши национальные организации тоже к нам подключаются, что немаловажно. Активисты смело и открыто делились идеями. И такой настрой продолжился уже в более неофициальной части, когда участники встречи перешли к беседе с главой. Кстати, формат дружеского общения предложил сам Рашид Темрезов, призывая молодых собеседников быть предельно раскрепощенными. Добрый день. Меня зовут Бачаев Ахмат. Я студент Северо-Кавказской государственной академии. И у меня к вам такой вопрос. Какую суперспособность вы бы хотели обладать? Наверное, сегодня увидеть то, как наша республика, наша страна будет все лучше и краше. Сегодня это увидеть. А я уверен, что я это обязательно увижу вместе с вами. Добрый день. Меня зовут Катова Диана. Я учница средней общевызывательной школы, а обе сильней. У меня такой вопрос. Если бы у вас была бы возможность встретиться с каким-то человеком в истории, кто бы это был и о чем бы вы поговорили? Мне бы, конечно, было бы интересно, наверное, если так гипотетически рассуждать, пообщаться с Петром Первым. Потому что человек, который... Это первый император нашего государства. Человек, который очень много привнес, не побоялся, не постеснялся привлекать все самое лучшее, то, что есть в мировой европейской практике. Что бы вы хотели, чтобы о вас помнили через 50 лет? Конечно, хотелось бы, чтобы добрым словом вспоминали. Но надеюсь, что 50 лет проживу. Вместе с вами буду радоваться вашим успехам, вашим победам во всем. Вы же первый. И через 50 лет об этом поговорим с тобой мы. Рашид Темрезов слушал их и отвечал на все вопросы. И что особенно ценно, разговаривал с ребятами на равных, без скидок на возраст и опыт. Рекомендации давал четкие и рабочие. Не бояться критики и завистников, не пасовать перед трудностями, смело идти к своей цели. Ярким моментом встречи стало вступление лидера республики в должность главного наставника движения первых в регионе. Быть с Россией. Быть в России. Быть человеком. Быть человеком. Быть вместе. Быть вместе. Быть в движении. Быть в движении. Быть первым. Быть первым. После такой теплой и заряженной на победы и свершения встречи ребята готовы свернуть горы и стать лучшими не только в республике, но и в стране. Очень классно, потому что Рожид Бориспевич – это высшее лицо нашей республики. И пообщаться с ним было для нас огромным опытом. Катима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.